Придумай целую песню в рифму, на тему. Так как вообще? То, что я придумываю за 5 минут, оно лучше всего залетает. Мы, блогеры, такие люди, которые подстраиваются под тренды все время. Ольга Бузова писала комментарии в инстаграме под пародией какую-то я делала тоже на ее песне-пародии. Она заметила, да, и написала. Вот одна из причин, почему я на время перестала делать пародии, это авторские права. Ну, мне частенько пишут в комментариях, что я похожа на актрису из великолепного века Хюрем Султан. Пригласили тогда, знаете, в Париж, выступить с песенкой. Вообще, за что, где три телефона? Я еще очень боялась урока истории. Мальчик там у нас на уроке балбесничал. Она взяла, подошла к нему вот так вместе со стулом. Вынесла его в коридор. Никогда ничего не бойтесь. Париж, бегу, бегу, хватит со мной бегать. Ну, все, дай передать, ну, у. Ребят, подходите сфоткаться к Вике. У нее настроение поднимется. Ура! Ура! А я говорю, что тебя знаю. Ребята, всем привет. И с вами Ева Круглова. Сразу подпишитесь на мой канал, потому что здесь очень много интересного. А сегодня ко мне в гости пришла Вика Андриенко. Привет! Я поставила всем два, чё-то неудивительно. Будете теперь все знать, как с интернета списывать. Как бы мне не поцарапать новый телефончик. Срочно нужно сразу на него надеть чехольчик. Развенел последний звонок и закончился наш урок. А экзамены нас уже ждут впереди. Если я их завалю, в универ не поступлю. Ну, пожалуйста, мозг меня не подведит. Хочу выдавить майонез, надо, чтоб быстрее лез. Нет, походу, ничего, надо выкинуть его. Доча, ты вообще чего? Там полпачки его. Ты сама посмотри, сколько здесь еще внутри. Может быть, контрольную сегодня им дать? Где-то вариантов на 35. А может быть, на 40 или 45. Чтоб двойки получили все опять. Спешит ко мне домой звонок в квартиру. Ой, говорит, открой. Я в ответ ничего. Дома нет никого. Адресам ошиблись вы. Нет такой квартиры. Вика, привет! Спасибо большое, что посетила моя шоу. В каком возрасте ты начала снимать? Я вот, знаешь, пересматривала недавно свои ролики. И свой первый ролик, самый первый, я записала в 17 лет. Это был кавер на песню «Лило болезненно». Это был ролик на Ютубе. Тогда Ютуб активно начал уже развиваться. И вот я записала вот этот кавер. Он у меня до сих пор на моем канале остался. Я его не удаляла. Это был мой первый ролик в 17 лет записанный. И сколько на нем просмотров? По-моему, если я не ошибаюсь, что-то около 60 тысяч. 60-70 что-то такое. Прикольно. Что тебя натолкнуло на создание первого видео? Вот я на тот момент, это был 2016-2017 год, я смотрела на тот момент очень большое количество блогеров различных. И мне вот что-то вот хотелось сделать тоже, что-то такое классное, снимать, развиваться в этом направлении. И тогда еще Саша Капустина, может быть, знаешь, была. Она только начинала тоже свой путь на Ютубе. Я посмотрела ролики, очень вдохновилась ей и решила тоже работать в музыкальном направлении, снять кавер. И это и натолкнуло, пожалуй. Ну, как у тебя пришла идея снимать именно кавер на песни? Вот опять же таки, я смотрела очень большое количество блогеров, и меня зацепила именно музыкальная тематика. Мне хотелось работать именно в этом жанре. Решила снять, сначала кавера снимала, потом решила поснимать пародии. Это переделанная версия песен. Сначала нет, сначала ничего не залетало, абсолютно там на ролике набиралось, дай бог, сто просмотров. Вот, а потом как-то, знаешь, один ролик стрельнул. Это была пародия на песню Александра Ревы, Артура Пирожкова, его псевдоним. Это была песня «Зацепила». Вот я ее переделала, и у меня этот ролик... Ой, да, я помню. Да, и у меня этот ролик залетел на миллион просмотров буквально там за пять дней. Я сегодня утром встала, на учебу опоздала, красилась почти что два часа. Этот день меня подвел, до истерики довел, слов не подобрать, не описать. И так как-то оно все пошло по цепочке заходить, и вот ко мне приелся этот жанр пародии, я так и продолжила его снимать на ютубе. А ты занималась вокалом или просто снимала и снимала? Да, я ходила в музыкалку, я с самого детства, то есть с 12 лет я ходила в музыкальную школу, окончила там 8 классов. У меня была специальность хоровое, на хоровом отделении я училась. Вот, потом начала петь сольно, поступила в консерваторию, в музыкальную академию, сейчас это по-современнее называется музыкальная академия. И там еще училась тоже, вот, закончила бакалавра, поступила в магистратуру, но в магистратуру бросила. Тяжело звучит, конечно, все. Были ли какие-то планы, то есть не сразу же рассчитывала быть блогером? Может, ты хотела там именно стать певицей или что-то еще такого, расскажи. Да, хотела стать еще с самого детства, наверное, хотела стать певицей, хотела петь свои песни, писать, вот. И довольно-таки, наверное, если бы не было у меня блогерства, я бы стала либо преподавателем по вокалу, ну, либо же выступала где-нибудь. Либо же сама выступала. Да, да. А как родители отнеслись к тому, что вместо певицы ты стала блогером? А ну, знаешь, это как-то вот похоже между собой, что блогерство, что пение, то есть ты можешь, в принципе, это совмещать. И да, родители меня поддержали, мама даже помогает мне в съемках видео, папа там тоже, папа живет в другом городе, тоже на расстоянии мне что-то советует, подсказывает. И как бы вот, да, родители у меня тоже, так сказать, лучшая поддержка. А по сколько роликов ты в день обычно снимаешь? Обычно я снимаю в день по три, по четыре видео, но стараюсь, по крайней мере, балансировать. Но выкладываю их, то есть они все в день потоком, а там как-то делю, на дни разделяю, там один сегодня выложила, завтра там второй. Вот, очень много времени занимает у меня монтаж и придумывание идей. Это что-то вообще. Ну, сколько времени у тебя монтаж может заниматься? Монтаж у меня где-то занимает, вот если это ролик с песней, то это где-то полтора часа. Плюс там съемка, ну, съемка полчаса буквально. Там же песня тяжела, на самом деле, потому что там нужно минус наложить, это все. И минус, да, и все это сгенерировать так, чтобы не было пробелов, чтобы звук подходил, в общем, к видео, чтобы синхронизировать это все. Придумать целую песню в рифму, на тему. Так как вообще? Бывает, знаешь, вот могу за пять минут придумать что-то классное, вот буквально. А бывает день сижу, два сижу, ничего не могу придумать. И почему-то вот так получается, то, что я придумываю за пять минут, оно лучше всего залетает. Не знаю. А то, что долго, а не сильно. Да. Ну, вот закон подлости какой-то. Всегда так вообще. На что ты снимаешь? У тебя есть какая-нибудь камера? Я снимаю на данный момент на телефон все абсолютно. На телефон даже песню тоже? Да, но стараюсь себя снимать, знаешь, не на вот эту фронтальную камеру, которая передняя, а стараюсь на заднюю, потому что там лучше качество. Это тяжело на самом деле. Это очень тяжело. Когда ты не видишь себя. И ракурс подобрать, и приходится по несколько раз переснимать, потому что, да, ты не видишь себя как бы в этом в отражении. Ну, значит, у тебя штативы там, да? Штатив у меня есть, есть селфи-палка, кольцевая лампа, свет дополнительный, софтбокс есть дома также еще. Ну, то есть, вот такие мы блогеры. Может быть, ты где-нибудь смотрела какие-то курсы по тому, как снимать? Расскажешь? Ты знаешь, это, наверное, были какие-то, ну, когда я только начинала, я смотрела какие-то базовые уроки на ютубе по монтажу. Не сказала бы, что у меня какой-то слишком сложный монтаж, хоть я там и запариваюсь над ним, но это просто нарезка кадров, вот это подставить музыку под видео, чтобы открывать рот вовремя. Вот. И я монтирую, то есть, в обычных самых программах, там, Виншот, Капкат. А какая твоя самая любимая пародия? Ой, самая любимая, вот, кстати, ты очень хороший вопрос задала. Самая любимая моя пародия, это была песня, не помню исполнителя и название, но это была пародия «Мама, я походу телефон свой поломала». А, это «Ломай, ломай», нет? Другое? Да. Еще тебе была «Ломай, мы же миллионера»? Да, это она. Ой, она очень классная, я постоянно ее пересматриваю. Да, и вот почему-то мне пишут именно тоже в комментариях, что, блин, это ты пела песню «Мама, я походу телефон». «Ломай, ломай, мы же миллионера». Вот еще много блогеров под нее потом начали снимать. Да, кстати, залетела, вот почему-то так разлетелась и под звук начали записывать прям короткие ролики там зрители. «Мама, я походу телефон свой поломала». «Что? Давай, давай, ломай, ломай, мы же миллионеры, все сломай, у нас же денег много, сейчас пойдем и купим новый». Вот на самом деле, чуть-чуть, наверное, полтора-два года ранее у тебя вот очень сильно залетали звуки, и я прям постоянно видела, что по твоей звуке снимают. Как ты вообще к этому реагировала? Ты листаешь ленту, и тут видео по твой звук. Мне было безумно вообще приятно, и я хочу сейчас как-то тоже, вот знаешь, поактивнее все-таки возобновить именно пародии, потому что меня просят об этом вот зрители, и это нужно делать, потому что это залетает. Вот мы, блогеры, такие люди, которые подстраиваются под тренды все время, и поэтому скоро будет больше пародий от меня. О, я буду ждать. А какая твоя самая залетевшая пародия? Вот это мама, походу, я себе телефон поломала, и вторая была пародия «Математичка». Математичка, какая истеричка. А, да, 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 вспомнила. Родителями в школу позавтра вызываю, ведь я математичка, а значит очень злая. Еще вот я постоянно вижу тебя «Солнце Монако». Мне позвонила классуха, где ты есть, я тебя на первом уроке жду. Не орите мне на ухо, я проснулась только ко второму приду. На «Солнце Монако» тоже что-то придумала. Вот это, наверное, такие топ-3, мне кажется, самые популярные. Да, вот, это, да, это вот самые такие топовые, топовые ролики. А ты знакома с исполнителями этих песен? Лично не знакома, к сожалению. Хотела бы. Как-то однажды вот мне Ольга Бузова писала в комментарии в инстаграме под пародией какую-то я сделала, тоже на ее песне пародия, она заметила, да, и написала. Что написала? Что-то там было, ой, как здорово, что такое в таком духе. Это давно было. Какая-то была реакция. Офигела. Знаешь, что Оля Бузова? Неофигеть-то, Ольга Бузова все-таки. Да. А были какие-то проблемы с авторскими правами? Постоянно. Особенно эта проблема у меня на Ютубе. Вот одна из причин, почему я на время перестала делать пародии, это авторские права. Мне на Ютубе постоянно прилетали какие-то, как это называется? Предупреждения. Да, предупреждения о том, что в вашем ролике там обнаружена такая-то, такая-то песня. И они либо вот убирают монетизацию, ну, на монетизацию это мне уже давно все равно, но они иногда удаляют ролики. Это самое, да. Вот это было очень обидно, и на какой-то период времени меня это демотивировало прям, и, конечно, обидно, когда так происходит. Сейчас просто на Ютубе поменялись правила, сейчас немножко попроще с авторскими правами. И вот в шортс, насколько я помню, там вообще к музыке не придираются особо. Ну, там можно шортс, потому что там типа маленький кусочек этой песни всей. Да, возможно, поэтому. А вот когда полная, там да, бывает что типа. В горизонтальных роликах прям там жесткие правила очень, да. Благодарю за эту классную локацию для интервью Академию Талантов КРБ. Ребят, здесь занимается музыка, здесь огромное пианино и огромное зеркало. Что, кстати, для меня. А дальше продолжите в комментариях. Ребят, смотрите, здесь даже есть специальная аллея звезд, где написаны звезды, которые стали еще и с детства популярны. О, тут есть пустая звезда. Я думаю, она специальна для тебя. Напоминаю вам, что первый урок бесплатно. Ссылочка на Академию в описании. Я думаю, вы знаете, что делать. А был ли какой-то хейт в сторону того, что ты копируешь чужие песни? И как ты на это вообще реагировала? Вот хейта по поводу копирования у меня не было, но был хейт по поводу голоса. Ой, боже, слава. Кровь из ушей, перестань петь. На самом деле вообще не реагировали такие комментарии. Это было очень давно, я помню, да, три года назад. Ну, как ты реагировала тогда? Я старалась, ну, как ты знаешь, не обращать внимания, ну, то есть продолжать то, что я делаю, как-то обидно было, конечно, но я старалась тому как-то не придавать особое значение. Ну, есть люди разные у нас, кому что нравится. А почему ты все-таки решила закончить этот контент? Только из-за авторских прав или в целом как-то выгорело желание? Вот, скорее всего, ты знаешь, второй вариант. Я на какой-то период времени выгорела, словила какую-то такую апатию. И мне показалось, что аудитория как-то надоела. То, что я снимаю постоянно одни пародии. Поэтому я решила добавить несколько разных форматов в свой контент. То есть это распаковки, влоги. Оставить песни, но снимать их не так часто. И как-то, мне кажется, даже это определенный плюс в этом появился, что ты не пригружаешь аудиторию однотипным контентом, да, и как-то стараешься все балансировать. То есть и там, и там что-то, тренды какие-то поснимаю. На кого ты училась? Я училась в музыкальной академии. А, как раз, да? У меня, да, у меня была такая интересная специальность. Эстрадно-джазовый вокал. Не джазовый? Да, на эстрадно-джазовую вокалистку я училась. У нас там было так все интересно, по-творчески. Вообще, вспоминаю эти годы с улыбкой на лице. А не хотела бы там песню какую-нибудь записать? Хотела бы записать свой трек, но это у меня сейчас, в данный момент, в процессе идет. Вот, уже готова, уже написала текст. А ты сама писала текст? Да. Ну, вообще, для человека, который делает парозии, это нетрудно, мне кажется. Ну, вот ты знаешь, когда я взялась за это дело, я поняла, что короткие вот эти песенки намного проще бы написать, чем одну большую. Вот, но да, у меня уже готов текст, готова музыка, мелодия. Осталось только сделать аранжировку. Ой, да. И, в общем-то, все это записать, свести и уже, как говорится, выпустить. Будет точно в топе моих любимых песен в плей-листе. Спасибо тебе. Покрустим? Вик, а теперь давай с тобой сыграем в небольшой блиц-опрос. Готова? Давай, да. Всегда готова. Любимое блюдо. Третье место. Знаешь, Ева, я в еде не особо прихотлива, но у меня, пожалуй, есть парочка любимых блюд. Первое — это роллы. Ну, конечно, роллы — это самое любимое. Да, и второе мое самое любимое блюдо — это блинчики из теремка. Ой, да-да-да-да, какие любишь? Обожаю вот именно блинчик «Цезарь» есть у них такой с кетчупом. Он вкусный, да-да-да. Это безумно вкусно. А еще на шоколады бы нравятся. Я люблю короче все блинчики. И третье место. И третье место у нас, то, пожалуй, будет салат «Цезарь». Ну, неважно, что он. Блинчик «Цезарь». Ну, еще отдельно салат. Обожаю. С курицами или с курицами? Обожаю с курицами. Любимый фильм. Третье место. «Великолепный век». Мне, кстати, говорят, что... Ну, мне частенько пишут в комментариях, что я похожа на актрису из «Великолепного века» Ферем Султан. Я не знаю, без чего это люди берут, но говорят, что это внешняя скользость. Ну, вот, на самом деле, если есть какой-то сценарь абсолютно, то... Есть скользость реально? Да, есть! Второе место. «Слово пацана». Это же сериал. Ну, хорошо. А, фильм, да? Ну, нет, хорошо, считается. А, фильм Султана тоже сериал. Ничего страшного. «Слово пацана» почему? Когда ты его начал смотреть? Ой, я посмотрела его уже довольно-таки давно. Ну, то есть, когда с момента он вышел, я его сразу посмотрела. То есть, до того еще прям, как он сразу стал таким популярным? Нет, уже, наверное, после того, как он стал популярным, я, конечно же, тоже, как трендовый человек, начала смотреть «Слово пацана». Вот, блин, не знаю, что вот он так мне запал в душу, как вот игра актеров, там, знаешь, такая... Ну, вот, действительно, то, что происходило вот раньше, они так это все правдоподобно сняли. И, да, мне этот фильм запал в душу прям вот. И первое место. Первое место. «Обручальное кольцо». Был такой фильм, я его смотрела в детстве с бабушкой. Это очень давний фильм, еще лет 10 назад его снимали, крутили по всем каналам. И вот, да, это тоже сериал, он довольно-таки, то есть, там много очень серий, там серий 600 где-то, не знаю, как типичный турецкий сериал. Ну, вот тоже, да, это фильм прям моего детства. То есть, фильмы реже смотришь, да, чем сериалы? Да, я в основном только вот сериалы люблю смотреть, но хотя фильмы, фильмы смотрю, но очень редко. Поэтому выделить, к сожалению, что-то из фильмов не смогу. Топ-3 любимых блогера. Третье место. Я смотрю «Маш Милаш». Это мой, пожалуй, наверное, это первое место. Первое, хорошо. Да, «Маш Милаш». Мне очень нравится «Аня Покров». Второе? А на третьем месте у нас пусть будет, ну, «Валя Карнавал». Валя Карнавал, хорошо. Топ-любимых книг. Третье место. Третье место — это книга «Мальчик в полосатой пижаме» Джон Боин. Это очень трагическая книга. И она мне очень отразилась на моём сознании. Но читать не рекомендую, потому что очень там грустно всё, особенно концовка. А про что это? Это, то есть, действие происходит в военное время. И, ну, я так спойлерить сильно не буду, потому что если ребята захотят прочитать, я единственное, что только вот концовку расскажу. То есть там мальчик погибает, получается, его отправляют в газовую камеру, и он вместе со своим... Так получилось, что он взял вместе со своего друга, их вместе отправляют в газовую камеру. Вот, да, очень трагическая, к сожалению, книга, и вообще перевернула полностью моё сознание. Второе место — книга «Гарри Поттер». Все части, наверное, поставили. Не все части, конечно, читала, но самые такие запоминающиеся, то есть знаю. А что тебе больше нравится, фильм «Гарри Поттера» или книга? Наверное, всё же книги намного интереснее читать, нежели сериал смотреть. Там как-то вот, знаешь, всё детально описывается, всем имеем. Это, знаешь, интересно. Это да. Но фильм тоже неплохо. И первое место! Первое место! А что мы на первое место поставили? «Алиса в своем интересе». О, хорошо. Она хорошая такая. Такая добрая, запоминающаяся тоже очень книгами. Давай вспомним детство. Давай. То есть ты всегда, как ты уже сказала ранее, хотела стать певицей? Да. Главная мечта — детство просто, пожалуй. А у тебя были какие-то ещё хобби, помимо вокала? Ну вот, пожалуй, вокал раньше и был моим хобби. Просто в дальнейшем это переросло в работу, в то дело, которым я действительно горю. А поначалу это было хобби просто, то есть я ходила в музыкалку, как я уже сказала, участвовала в конкурсы, ездила на международные конкурсы. Раньше с коллективом ездили, с музыкальной школой. Были в Париже на конкурсе. Серьёзно? В Париже на конкурсе? Да. И какое место занято? А мы там выступали как просто, насколько я помню, приглашённые гости, что-то такое. Офигеть. Пригласили тогда-нибудь в Париж выступить с песенкой. Потом была какая-то программа талантов, видимо, и мы туда как-то попали. Вот я не помню, конечно, к сожалению, подробностей. Это очень круто, в Париже поехали. Ну да, в Париже удалось побывать. А какие оценки ты в школе училась? Я училась в основном на четвёрке, на пятёрке, если по пятибалльной системе считать. Ну были у меня там, конечно, иногда тройки, двойки. По каким? По математике в основном. Да. Алгебра, геометрия, боже. Это самые ужасные предметы. Самые страшные предметы. Особенно я ещё очень боялась урока истории. У нас там такой своеобразный был преподаватель по истории. Она, если кто-то её не слушал, как-то перебивал, она могла... У нас была такая ситуация, мальчик там у нас на уроке балбесничал. Она взяла, подошла к нему вот так вместе со стулом, вынесла его в коридор. Короче, даже, да, я рассказываю эту историю, мне не верят, что такое бывает вообще. Прям со... А сколько? Просто... Может, у неё такие мускулы там, знаешь, были? Была такая, да, массивная жизнь. Она до сих пор вот в школе работает у нас по истории. У нас, говорю, вот я уже ещё учусь в школе. Ну да, но она была классная, с одной стороны, она постоянно хотела, чтобы её предмет знали, учили. То есть такая... Иначе тут не обойдёшься без выноса на стуле. Могла ли ты представить, что в будущем добьёшься такой популярности? Наверное, ты знаешь... Я, конечно, мечтала об этом, да, но я не могла себе представить, что у меня будет когда-то там аудитория на ютубе, миллион подписчиков. И, конечно... Нет, когда ты к этому идёшь очень долгое время, ты стараешься, ты развиваешься, уже как-то потом со временем ты понимаешь, что да, это действительно возможно, то есть ты можешь этого добиться как бы. И, наверное, чтобы я пожелала маленькой себе это, в первую очередь, ничего не бояться, всегда идти к своей цели, ни на кого не обращать внимания абсолютно, просто вот так идти, идти, идти напролом. Теперь представь себе, что социальных сетей вообще не существует. Чем тогда ты займёшься? Ой, я бы вот опять же таки могла... Вот поскольку я закончила музыкальную академию, я бы, наверное, если бы не было блогерства, преподавала бы вокалу, возможно. А может, кстати, да. Или... Была бы как Киркоров, в бастерном бы выступала. Да, это тоже, да. Хотела, конечно, на сцене петь, это очень круто, и я бы, возможно, тоже бы пела на сцене где-нибудь, в каком-нибудь театре или филармонии. На самом деле, ты мне самый необычный гость в моей программе. Мы снимаем с тобой интервью два дня. Ну, а сегодня мы с тобой встретились в такую прекрасную весеннюю погоду. Действительно, прекрасную, немножко такой ветер у нас присутствует, прическа, топ, волосы на метро. Ну так слегка. Пока твоя сумка не дула ветром, открывай и показывай, что внутри. Ну, поехали. Сейчас всё тебе подробно покажу. Давай. Так, начнём. Так, открываем. И первое, что мы здесь видим, это, конечно же, расчёска. Розового цвета. Всё, что нам действительно необходимо в такую погоду, потому что ветер волосы раздувает, и расчёска, это нам очень-очень необходимо. Можно я покажу её в кадре? Вот такая вот красивенькая расчёточка. Я положу пока что сюда? Да, она нам ещё понадобится, я думаю, сегодня. Так, вот это вот. Далее у меня здесь просто превосходнейшая, наполненная косметичка. Так, пока что внутри, или там слишком много чего? Давай покажем, что внутри. Да, действительно. Так, это косметичка-сумочка, правильно понимаю? Да, мы её открываем, и здесь у нас такой женский наборчик. Погнали, что в наборе косметички у Вики Андреенко? Первое, это пудра. У меня очень жирная кожа лица, поэтому я постоянно везде таскаю с собой пудру. Давай. Конечно же, к пудре. Показывать всё. Это продукты, продукты, смотрим. Конечно же, к пудре у нас тут две вот такие огроменные кисточки. Давай я их в руках буду держать, чтобы они не пачкались. Красота, правда? Потом синюшки, ну точнее это блёсточки, глиттер. Ой, какие классные. Это, кстати, из Beauty Bomb, да? Да, это была рассылка, они отправляли всем блогерам рассылку косметики. Где я была в тот момент? Beauty Bomb! Давайте коллаборацию, у меня к вам вопросы. Вот такая красивая палетка Beauty Bomb. Она мне очень нравится вообще, я пользуюсь ей каждый день почти. Далее это крем для рук. Ну, понятно, что в такую погоду кожа сохнет, и нужен крем. Это самое важное. От пусси, правильно? Да. Да. Это у нас тоже тинт для губ от Beauty Bomb. Тоже в рассылке? Тоже, кстати, да. В фиолетовом? Попадался в рассылке мне. Он, ты знаешь, с виду он такой прозрачный, но когда ты его наносишь на губы, он принимает цвет твоих губ. Чего? Подстраивается караилен оттенок твоих губ. Ребята, смотрите, он прям фиолетовый. Я там уже его испачкала, потому что красила... У меня клей такой был раньше, который белым становился. Кстати, очень, да, похоже, действительно. Дальше у нас, девочки, масло птикло. Масло птикло. То есть у нас есть такой набор, как бы так сказать, для рук. Да. Что у нас тут еще? Ну, тут совсем осталось на закусочку. Это давай карандаши для губ. Так, у нас от... Ой, кстати, вот такие карандаши я очень смотрела. Это с растушевкой, ребят. Это очень классно. Безумно удобно. И еще одно комбо для губ. Тоже от Beauty Bomb. Это вот этот карандашик от Beauty Bomb, а вот этот у нас от Pupro. Да, 017 оттенок. Без карандашики. Пользуюсь ими тоже на постоянной основе. И последнее. Заканчивает наша комбо для губ. Это помадка от Influence. Тающая. Которую нажимаешь вот так, и она по губам растекается. Короче, очень стекает. Какая красота. Мне нравится, пользуюсь. Так, давай сложим это все обратно. Твою косметичку. Ты чувствуешь, сейчас надо все разлететься. Далее у меня, конечно же, в сумочке обязательно водичка. Потому что пить нам хочется всегда. И поскольку я занимаюсь вокалом, я постоянно тискаю с собой воду. Красота. Да, черноголовка. Компактная вода. Ой, какой-то молодец. Вот. Затем у меня еще сумочки духи с мишкой. Те самые популярные из тиктока. Да. И они пахнут, кстати, чистотой. Ромат чистоты. Реально. Они типа очень, да, похожи, как такой парашок. Давно они у тебя? Я купила их полгода назад, и вот у меня уже нет половины. Ну, кстати, они очень... Нет, я просто спросила. ...это не расходуются. Потому что вот пользуюсь ими полгода уже и так мало. На постоянную, да? Казалось бы, да. Потом, что у меня тут... А, ну, конечно, мои телефоны. Просто их сразу у меня три. Три телефона. Да. Они занимают у меня просто половину пространства. В сумочке. Это панты, да, да, да. Вообще, за что я тебе три телефона? Ну, вот на одном я монтирую, получается, на втором снимаю, а на третьем мне звонят. Удобно, конечно. Это можно уместить все и в один телефон, но не знаю, вот у меня какой-то бзык в голове, что я все... Должна носить трех телефонов. Да, до трех телефонов все храню. Ну, слушай. Очень такое. Вообще-то... Большой набор. Можно сейчас прям все драться и вести их продавать, куда-нибудь. Ломбард. Так. Да, есть что-то еще? Потом. У меня идет... Кошелево. Это одновременно как чехол для паспорта и кардхолдер, где у меня находятся все мои карты. Ну, все, ребят, сейчас все узнаем, все узнаем. Все козы. Да. Такой кардхолдер. Красивый козы. 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 Так. Затем у меня идет зарядка для телефона. Это нужно было с телефона не показывать. Но зарядка только одна, да? Телефона три, а зарядка два. Зарядка только одна, да. Надо купить еще две. Матирующие салфетки заказывали. И чего они тебе? А вот, опять же таки, у меня очень жирная кожа, я постоянно пользуюсь матирующими салфетками. Пусть это и не всегда помогает, но... Но иметь надо. Зеркало. Можем смотреть вот так вот? Откроем. Да, вот это, кстати, зеркальце. Ого. Очень удобная коробочка. Котулочка. Там можно, даже когда они закончатся, можно туда докупить. Ставим высложить, да. Так. Это что? Я не знаю, что это. Ну, это пробники, наверное, тебе выдать. А с учетом? Складываешь? Так. Коплю-коплю всякие... Ничего не плохого. Такая вот у меня, да. Ключи от квартиры. Что? Что? Ну-ка, ну. От съемной, правда. Нет, мой ней, но от съемной. Вообще, планируешь купить свою квартиру? Ого, страшно представить, когда я куплю, потому что... Потому что квартира в Москве меньше дорогое удовольствие. Поэтому все впереди. Много вещей, на самом деле, в твоей сумочке. Большой набор. Причем с важными преназбежностями. Ребят, а что встретилось в вашей сумке из сумки Вики? Напишите в комментариях. Сейчас меня сдует ветром. Слушай, а где ты покупала такую красивую вместительную сумочку? Ой, ты знаешь, я покупала еще, когда жила в другом городе. Я покупала ее в Ростове в магазине ГЕС. Вот даже надпись. ГЕС. Осталось. КРА-СА-ВАТА. Ты в целом изменила свой контент. То есть даже по стилю, мне кажется, там общение, аудитория у тебя поменялась. Если раньше это были какие-то маленькие, детки, сейчас уже более подростковые. Подростковые. А почему? Просто решила, как бы, можно сказать, сделать более взрослый контент? Решила, да, вот подстроиться. Как бы сейчас я смотрю, что сейчас популярно. Сейчас популярны какие-то Get Ready в Измеи форматы. Сейчас очень популярен. Я всегда, знаешь, как-то иду в ногу со временем. Всегда стараюсь подстраиваться под тренды. И в какой-то момент я поняла, что мне нужно что-то изменить в контенте в своем. То есть не слишком так полностью прям его менять, а просто что-то добавить. А какое видео у тебя на этот контент залетело больше всего? У меня очень хорошо залетают почему-то распаковки. Внутри попалось, открою все, все, ни шара не осталось. Пойду опять сейчас заказывать и покупать. Хочу коллекцию всю собрать. Еще очень хорошо залетают влоги. Раньше прям вообще там на Ютубе на 10 миллионов стрел, на 12. Влоги? Да. Я тоже с такими глазами сидела. В шорце или в большом? В шорце именно. Ага, ну я в шорце. 12 миллионов. Сейчас Ютуб, да, очень хорошо продвигает этот формат именно коротких роликов. 12 миллионов. Я тоже сидела с такими глазами. Боже, как люди это смотрят. Но это не к тебе именно вопрос, а то, что на самом деле, знаешь, обычно же тут какие-то тренды залетают, так? То есть влог какой-нибудь. Влог просто, да, обычная жизнь. Влога 12 миллионов. Нравится людям почему-то не смотреть. 12 миллионов, это как какой-нибудь там регион, посмотрели. Да, 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 да. Это твой влог. Как какой-то город-миллионник, да, действительно. Это в шоке. Это впечатляет и шокирует. Если бы все эти люди были на себя подписаны, ты, конечно, тогда, мне кажется, я не знаю. Это, да, это шок. Это шок. Я смотрела твои некоторые пародии на песни. Ты была в такой квартире, где на фоне еще двери, а сейчас ты вроде как переехала, нет? Да, это было еще в другом городе. Я тогда на тот момент жила в Донецке. У меня там еще баночки в квартире с Кока-Колой стояли, может быть, помнишь? Я в доме не видела вот это, да. Шкафчик такой, дверка, тут стоят баночки с Кока-Колой. Часто спрашивают про тот фон, куда вообще делась та квартира, а она осталась вот в Донецке. Я переехала, я вообще уже за всю свою жизнь три города поменяла. Три города? Да, я после той квартиры переехала в город Ростов-на-Дону, пожила там год, а потом переехала в Москву. В Москве я, получается, уже полгода живу. А у тебя выходные хотя бы бывают? В Москве вообще нет выходных, вообще абсолютно. Вот в Ростове я жила, было много свободного времени здесь. Здесь какие-то постоянно съемки, мероприятия. И ты не успеваешь жить, даже спать не успеваешь. И вообще, выходные — это только название какое-то. Ну нету там, мне кажется, выходного там, знаешь, отсняла побольше, на следующий день ничего не снимаешь. Вот я почему-то не люблю так делать. Вот мне важно как-то, знаешь, снять... Каждый день снимать по пять видео. Да, сегодня что-то отсняла музыкальное, там завтра какую-то распаковку сняла. То есть не могу вот так в один день все вместе отснять. Это почему-то очень сложно для меня. Ну конечно. Можешь рассказать о своей семье? Моя мама, она вот приехала в Москву ко мне. Ну не приехала, а приехала просто в гости. Она мне помогает по съемкам, там тоже что-то отснять. А как она помогает, интересно? Ну она там снимает меня или же, возможно, со мной снимается в ролике. Короче... Распаковка на битя, мам. Да. Вот. А папа у меня живет в Донецке. Он работает психологом в школе. Ой, класс. Вот. Такая у меня, да, тоже творческая, можно сказать, семья. Да, кстати. Ну вот. А мама чем занимается? Помогаете? Мама, она, да, помогает мне вот сейчас в съемках. Раньше она работала. Работала в полиции. Не знаю, можно это говорить. Ну вот, знаешь, вот психолог, блогер и полиция. Полиция, чисто, да. Вот. А потом она ушла. Ушла, то есть уже ушла на пенсию, получается, и все, сейчас со мной. Ну, это очень мило, что мама так хорошо поддерживает. Покрастим? Покрастим. Носки, магазин, суперстеп. Ты даже помнишь, что это носки покупала. Это было буквально недавно. Потом джинсы, это Валберис. Реально? Да, это Валберис. Кожанка, это тоже Валберис. Чего? Это все Валберис. Все, это Валберис? Да. Ну, в принципе, сейчас, как и все делают это. Да, ну, я тоже постоянно... Скупают одежду с Валбериса. Кофточка, это магазин... Лайм, вот, да. Вот, из Лайма. А это у меня кто-то уже из Лайма. Смотри. О, классис, да, прикольно очень. Красиво. В общем, Лайма и Валберис нас одевают. Какое твое самое яркое воспоминание из детства? Блин, ты знаешь, вот у меня так мимолетно прошло мое детство, что практически никаких моментов не отразилось на моей памяти. Ну, пожалуй, был один такой момент, когда я была на концерте Филиппа Киркорова в Сочи. Чего? И подарила ему цветы, да, и он мне поцеловал еще. Это у тебя сколько было лет? Это было в 2014 году. Ну, я могу сказать, что я тогда еще была ребенком, таким подростком. Да, вот это, пожалуй, самое яркое воспоминание. А мне два года было, хочу тоже на концерт. Либо Киркорова. Ну, слушай, это, конечно, классно. Филипп Киркоров, давайте ко мне на интервью. А? Если ты найдешь для себя хотя бы два часика времени, то как ты его проведешь? Я могу посмотреть, съесть какой-нибудь фильм. Могу, опять же, таки просто поваляться на диване. Ну, это, конечно, так маншу. Такой отдых у меня, да. Вот, ну, чаще всего, вот если у меня, там, какое-то время есть, то я смотрю фильмы какие-то интересные, развивашки всякие. Мазочки. Вот, да. Ну, это вот каждая девочка. Какие-то интервью, то есть на ютубе смотрю что-то интересное. О, меня можешь смотреть? Да, кстати, вот я недавно смотрела. Спасибо большое. Вот. А кем ты себя видишь через пять лет? Через пять лет? Успешным блогером. Поднимается. Певицей. Певицей, да. Я думаю, что все получится. Хочу начать, да, писать треки свои. Вот. И надеюсь, что в этом плане все получится. Ну, я буду, по крайней мере, к этому стремиться. На что ты готова ради своих подписчиков? Не готова обрезать... А, на что готова? Готова, готова. Ну, давай тогда лучше возьмем метод на исключение. Что не готова сделать? Обрезать волосы, покрасить, как и здесь, да. С волосами ничего. Вообще не готова, да. Ничего, прям, да. Волосы это просто... А тебя вообще часто узнают? В Москве прям почему-то очень часто. Да. Вот в Ростове я жила, в Донецке. Ко мне реже намного подходили зрители, чем вот здесь. Просто здесь, наверное, прям пик. А сейчас, сегодня тебя узнали? Да, кстати, сегодня ко мне подошла девчонка в метро. Кстати, я к тебе тоже подходила на супер-лайк-шоу. Помню, да, помню тебя, кстати, да, очень хорошо. А можешь пожелать что-то ребятам, которые только начинают свой блогерский путь? А, во-первых, хочу... Что пожелать? Никогда ничего не бойтесь. Всегда делайте то, что вам нравится. И если у вас есть какая-то цель, вообще, без абсолютно, без всяких преград, идите к ней. И не слушайте мнения каких-то людей, которые вам говорят, что у вас ничего не получится, да, или как-либо пытаются вас бить со своего пути. Всегда идите вперёд. Что дальше? Какие планы? Из планов сейчас очень много планов у меня. Первое — это выпускать длинные ролики на YouTube. Хочу очень раскрыться в этом формате. Далее я хочу, конечно же, выпустить свой первый трек. Я буду с нетерпением ждать. Это, пожалуй, две такие цели, которые хочется воплотить в ближайшее время. Вик, спасибо тебе большое. Мне было очень интересно с тобой болтать. Кстати, мы ни разу не похрустели. Можем похрустеть сейчас. Давай. Давай. Чипсы. Сегодня надо будет СМР. СМР. Меня, на самом деле, очень удивило, потому что ты поменяла внутри города, занимаешься бокалом. Ребят, а какой факт про Вику вас удивил больше всего? Напишите. Я и Вика будем читать. Ещё раз спасибо тебе большое. Спасибо тебе огромное, что пригласила. Всем пока-пока. 制хо. poste. Вау Старательно. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...